Продолжение следует... — У меня вопрос. Не кажется ли вам такой трагедией триумфа судьба Никиты Михалкова, когда большой режиссёр превратился в какого-то блогера в интернете и вообще делает такие вещи, которые... Ну, он вообще как у него со здоровьем? Говорят, он болел? — Современнее так говорили о Дзиге Вентаре, когда он там выступал в теоретической статье. — Я думаю, что у каждого художника есть своя судьба. — Да. Те картины, которые были подвергнуты такой жёсткой критике, а именно вот те две, которые его названы, они были сделаны под очень благородным импульсом. Из любви к дочке ему хотелось продлить её экранную жизнь. И он делал безумные вещи. То есть он много лет готовился к этому, уже дочка стала значительно возразлее, чем она должна была быть. Для меня его как бы в этом плане объясняет вот эту вот безумную его идею. Любовь к дочке — это чувство святое. Вторая штука, которая с этим связана, это то, что он всю жизнь до этого делал вещи очень точно рассчитанные, как пьеса для механического пианино, которые нравились и начальству, и нравились коллегам по искусству, и нравились зрителю, и приносили успехы и в стране. — И сейчас нравится. И поэтому он никогда не сделал вот за этот период великого шедевра, который сделал Алексей Юрьевич Герман, сделал Хрусталёв машину, которую все не принимают, все ненавидят, всё не то. Вот это вот великая картина. В его картинах «Утомлённые солнцем-2» есть вот это безумие. Безумие, которое рождает не расчёт, что вот всем понравится, что он прекрасно умел делать, а безумие. И это безумие иногда рождает шедевры. Иногда шедевры не получаются. Но к безумию художника я всегда отношусь с удовольствием. Моё личное, я с ним довольно много работаю. Он совершенно разный человек, он абсолютно... Вот когда он что-то делает в театре или в кино, общается с актёрами, он великий художник. Они все его любят, они все его понимают и так далее. Когда он начинает заниматься политикой и идеологией, он человек очень уязвимый, увлекающийся, с очень спорными и сомнительными взглядами, с которыми они всегда согласны. Но он тоже это делает с искренности художника. Но поскольку он не идеолог и не философ, то иногда у него получается... Ну, даже Александр Николаевич Сокуров, который человек очень талантливый и последовательный, когда он начинает рассуждать про историю, у меня возникают, как бы, волосы иногда дают его над восторг. То есть, как бы, вот... Но он, как художник, он, безусловно, талантливый, а вот как рассуждающий по каким-то вещам, которые я знаю, лучше, у него есть очень много спорных вещей. Вот. И в этом плане Михалков, Сокуров, Андрей Звятинцев, все там и крупные, и менее крупные художники, к которым я отношу, кстати, и генерального директора Первого канала, который человек очень талантливый сам по себе и попал в такую драматическую ситуацию, из которой достаточно трудно выводиться. Ну, безусловно, человек яркий, талантливый. Когда он делал телевизионные программы, он делал хорошо. Поэтому, ну, нас уже предложили там с... Спасибо вам за вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.